народ всем большой привет привет вас на канале с вами ливен сегодня воскресенье очень жаркая флорида и город наиплс с вами отправляемся во всем любимый салон бмw город наиплс два салона в городе заметил одну очень классную машину х5 кто вдруг не знает я занимаюсь арендой автомобили сдаю в аренду автомобили в городе наиплс во флориде только с юрии только дорогие автомобили и минивены автомобили на 7-8 мест поэтому вот такая вот фишка что еще еще и помогая подобрать подбирать периодически автомобиль под клиентов на сегодняшний день нашли мы четыре новых x7 их 21 года еще дополнительно 5 x7 у нас появилась подобрали клиента мне кажется офигенные машины в том числе 2 м6 ай казахстан и армения поздравляю вас по всей видимости с приобретением потому что все в процессе и я думаю что скоро все будет хорошо и довольны и клиенты уже смогут приобрести и получить свои автомобили ну а сейчас мы посмотрим какие же цены у нас здесь в наиплс машины сейчас честно говоря x7 в новом вот этом вот стиле не так уж и просто найти но к счастью удается иногда и соответственно эту информацию сообщаем что что еще из таких вот моделей ну range rover ребят показывать ренджовер этот к сожалению не буду потому что ну я разве что только так без подробностей и не знаю сейчас вот может быть включу вот сюда вот фрагмент этого range rover а под музычку без всяких пояснений потому что клиент попросил не показывать его машину и поэтому я ее показывать и рассказывать о них все же не буду но нашли мы последний range rover по цене только сожалению сообщить не смогу потому что попросили сохранить ну ребят вы поймите потому что я работаю сейчас с компаниями компании выкупают автомобили и не всем охота сообщать цены и так далее поэтому я вот в автосалон показывать и автомобили которые клиенты просто не сообщать цены я просто не сообщаю не показывают поэтому что отправляемся с вами бмв посмотрим реально автосалон посмотрим какие цены что и как как всегда самые свежие новости о ценах а из автосалонов флориды с сша ну что мы с вами подъезжаем к автосалону бмw город наиплз два автосалона напоминаю у нас есть в городе есть вот такой еще автосалон ferrari совершенно роскошные классные машины и так далее что хочу сразу пояснить для тех кто вдруг впервые на моем канале и смотрит этот ролик только про бмв вот эти площадка сбушные машины я не перекупы я не покупаю машины не перепродаю я помогаю только найти вам автомобиль вашей мечты и договориться о том чтобы вы его приобрели что сделать иногда бывает непросто ох как у конь огонь и ребята competition смотрите просто чума я могу на заставку поставлю смотри сколько стоит 80850 а стоит и вскоре мы с вами посмотрим кстати еще вот этот вот м50 айну не вот этот конкрет немножко другое надеюсь удастся мне заснять вам видео но новые сегодня про новый и завершу я м5 competition просто потом пойду посмотрю цену а так отправляемся с вами смотреть на новые автомобили что у нас есть ну ожидаем все вместе я так понимаю вы вместе со мной ожидаем x5 x5 который уже будет рестайл посмотрим что натворили с x5 потому что с x7 уже натворили и поэтому ну вот как то так так кто спрашивал у ребят x3 вот сейчас как раз и покажу будет в м я помню что в м пакете будет в м что-то увидите дайте знать и как раз таки посмотрим машину потом так но x3 напоминаю что во флориде почему иногда я гоняю по северным штатам за вашими машинами когда ищу вам машину потому что во флориде обратите внимание на это для тех кто вдруг опять-таки недавно на канале думаю таких много с драйв я понимаю что это противоречит вообще концепции x как полноприводной версии но вот к сожалению во флориду очень часто идут варианты из драйв зато почти все машины будут иметь например панорамную крышу и очень часто иметь вентиляцию вместе же с подогревом естественно вентиляция отдельные по моему не ставится вообще то есть как правило подогрев и вентиляция ну опять-таки специфика региона вот из драйв 3i так и ценник у дилера получается 48 615 прибавляем сюда примерно 12 процентов 7 процентов налогов так и оформление дилерский так далее вот кстати то о чем я говорил вы можете заметить что похоже что сиденье с вентиляцией ну хотя вот здесь вот и кнопок я не вижу возможно возможно что ее и не то это просто перфорированная кожа ну надо смотреть комплектацию ну из драйв любом случае по моему ну никто особо него северные штаты вот из нью-йорка а помню про просьбу про аудио посмотрю я помню так смотрим вот x drive 3i x drive обыкновенный в стоковой версии но рестайл x 3 здесь у нас тоже панорамная крыша идет тоже перфорация ну вот здесь вот по моему мне кажется как раз таки стоит стоит вентиляции нам посмотреть так 54 305 цена 54 305 вот такой вот ценник на этот автомобиль так с драйв не буду повторяться не буду вам как бы тут еще раз показывать эти версии которые обыкновенные да еще из драйв 3i нет никакого в этом смысла по цветам выбор большой смотрите какие угодно практически стоят вот допустим белый он по-моему да в стоковом обвесе это не м потому что недавно ребята с казахстана привет вам звонили спрашивали машину все хотят м обвеса м обвес не так уж и просто найти вот эта машина такая стоит 57 тысяч долларов и плюс примерно 12 процентов она белая панорама стоит и на ну вот здесь точность вентиляции все это без вентиляции вот видно вот вентилятор стоит да как я мог забыть вот это вот точно с вентиляции сильно вот 57 тысяч стоит без м ну им версии еще прибавьте там не знаю 3000 примерно утром не 60 обойдется им версия наверно опять-таки там какие зависит комплекта все секс третьими давайте мы наверное закончим и перейдем к пятым ну вот я смотрю стоит x-drive 4i и вон там стоит полностью и это твоем обвесе и shadow line то есть пакет без хрома кстати ну вот из драйв давайте я вам покажу сначала наверное все таки с драйв то версия которая в принципе является наверное самый дешевый но не популярный он кстати вот shadow line смотрите тоже ой какие красавчики стоят давайте внимательно очень начнем самой не популярной версии с драйв посмотрим на ее цену какое будет отличие что у нас получается по комплектациям у нас получается панорама по все машины вот здесь все стоящие с панорамой нету престиж пакет нет здесь хайдап дисплей то есть проекционного дисплея и машина стоит 72 595 очень почему-то дорого не знаю почему здесь 67 5000 это дополнительная гарантия 5000 не прибавляет ее можно обычно стрясти то есть убрать цена машины фактически 67 с драйв при этом у нее стоит только подогрей вентиляции тоже нету хотя сидение перфорированные вот здесь мы с вами можем это принципе заметить как то так очень очень печальная версия на самом деле то есть с драйв нету даже вентиляции нету проекционного дисплея ну прям на что так x-drive 4i фаркоп стоит shadow line темно-синий цвет ну это не темно такой синий цвет затемненный также перфорация есть а вентиляции нету есть только подогрев сиденье но зато хотя бы полный привод и есть дисплей проекционный стоит ну как бы норма 82 тысячи на глюш 82 тысячи вот такой вот аппарат честно говоря дороговато дороговато ребята мы вот сейчас клиенты купили себе в районе там 100 100 тысяч стать 110 105 зависимости от комплектации так далее 130 по моему если не ошибаюсь с налогами так далее обходится уже версия 6 ай м 6 ай которая так но здесь правда сильно навороченная смотрите не стоит на на 4 ай вдумайтесь то есть на 4 а здесь в принципе это достаточно редко обычная должна быть версии хотя бы это трехлитровый движок она 44 обычно ставится вот допустим вот такая вот лазерная оптика а здесь получается вроде 4 ай но у него все как под как под эмошную версию 44 хорошая машина до принципе цена ну 82 тысячи за новую машину не знаю мне кажется неплохо так xdrive х5 черный 4 а это же и такая же история он тоже черные диски он тоже у нас здесь в м пакете да это же посмотрите лазер стоит ну сейчас они пичкают потому что это последняя версия перед рестайлингом и соответственно они пичкают по максимуму даже несмотря то что 4 ай стоят м тормоза проекционный дисплей есть естественно панорама белоснежный салонным руль стайл вентиляция ну то есть это более навороченная версия стоит вентиляторик это значит что они будут с вентиляцией и так смотрим на цену мне прям самому интересно кстати кристалл пакет смотрите стоит то есть ручка вот это вот я называю волга газ 24 стал мне нравится прикольно и 86 845 ну то есть практически для 4 а это можно сказать максимальное число опции здесь я единственное что давайте посмотрим стоит здесь стоит ли здесь адаптивный круиз сейчас нет не стоит адаптивного круиз это это обыкновенный круиз контроль но кому-то он нужен я честно говорим пользуюсь постоянно и у их 7 он работает идеально я уже говорил что топовые практически это для меня после всех машин это топовые адаптивный круиз так и версия м 50 ай x5 ну блин диски могли бы и поинтереснее поставить shadow line тоже черная естественно везде мы с вами смотрим что панорама белый и что у меня удивляет что в этих машинах шторки механические тут седьмом они электрические в семерке тоже электрические здесь механические так вот здесь стоит кстати адаптивный круиз смотрите вот он видите кто как собрал дилер тоже стоит кристалл пакет такой вот стоит вентиляция сидений проекционный дисплей то есть ну понятно что 5 ай версия она и будет такая а вот для четверки ну для трехлитрового фактически двигателя а это конечно блин круто так ну и что какая цена у нас будет за м5 ай напоминаю ребят дизелей каждый раз я пишу дизелей в сша немцев нет 97 395 ребята чтобы понимали по этой цене можно взять сейчас их 7 новый уже который хендай стайл поняли да то есть новый который уже сразу этими разрезанными фарами поэтому стоит ли брать бемочку 50 ну думайте сами решайте сами мое дело вам показать так а вот стоковый x54 ай неплохие кстати диски но здесь прям все даже поражите и не покрашены ценник у него вот вообще вот это реально нормальный ценник 595 сейчас посмотрим сколько дилер выставил стоит обыкновенный круиз нету нигде не ничто ничего в м стиле то есть обыкновенный стоковый обвес нету нерасширителей порогов бампера тоже стоковые обыкновенные стоят фары то есть не лазер при этом есть панорама есть проекционный дисплей нету вентиляции сидений кстати очень классные вставки смотрите какие они под такой фактурные матовые алюминий сделаны очень красиво смотрится классная комплектация единственное конечно белый салон это всегда непрактично но мне нравится без кристалл пакета видите просто тоже стоковая ручка и такая машина 70 4 595 вот ее нормальный ценник пятерку вот эту по обыкновению можно попытаться с дилера сбить и часто они на это тут они тут сюда в как бы программу обслуживания втыкают но это предмет торга если дилер соглашается ну и апофеоз не считая того что вам красного обещал показать competition м5 черный мне кажется вот ну вот если говорить о том для меня я да я сейчас на себя примеряю на то что хочет обычно большинство потому что я срез вот то что народ так жадно всегда ищет это как раз ровно черный в на черном shadow line м обвес 50i в общем все как как мы любим посмотрите какой красавец просто вообще улет естественно панорама еще и черный салон правда нет кристалл лайт у кристалл пакета то есть обыкновенная ручка но мне это даже больше нравится могли бы конечно вот этот вот шайбу эту блин сделать по изящней но она так по-дешмански смотрится ну ладно есть вентиляция сидений проекционный дисплей короче все и цена у него внимание 98 320 офигеть 98 320 и причем за это у вас к сожалению нету чтобы вы понимали лазерных фар ну блин чего-нибудь да не хватает до согласитесь все время чего-нибудь лучший враг хорошего хочется все же до хочется и лазерные фары 93 прибавил и нету кстати в том числе адаптивного круиза но мне кажется что странных допустим из англии вообще не пользуются я вот например так пользуюсь эффекта в америку переезжают пользуются в общем скажите по вашему мнению какой оптимальный вариант из этих для покупки мне кажется что оптимальным вариантом является вот этот вот черный x5 который вроде как трехлитровый ну то есть 4i полный привод x-drive фаркоп панорама расширители ну то есть полностью м тормоза стоят но если белый салон до вентиляция проекция только нету адаптивного круиза есть лазер красиво он смотрится и 86 баксов мне кажется вот этот оптимальный ну что скажете вы как говорите глаз народа глаз божий поэтому ваше мнение ну что отправляем сейчас я найду ценник вам на competition красный им завершу сегодняшний показ ну что пойдемте смотреть красавчика ну и жара ребят кто будет спрашивать мое мнение я езжу еще очень часто на акуре mdx 22 год модель комплектация технологии то есть это средняя комплектация без проекции в общем я вам так скажу нет не заменит она вам точно x5 кто будет выбирать между x5 я акуре mdx и вот меня подписчики там есть которые меняли да сэкономите примерно 10 тысяч долларов но точно не получите себе даже ничего похожего на бмв поэтому это уже вот мое мнение как человека который имеет опыт из бмв и с акурой все-таки это не компромиссный вариант а это совсем другой автомобиль не хуже но если как бы бмв ван лав то это точно не замена абсолютно никакая все ладно отправляемся с вами смотреть так и так настоящий совершенно неподдельный никаких компромиссов x5 m competition версия 21 год сейчас я вам найду на него цену в 21 год и 11 400 пробег здесь у нас с вами безусловно но я не буду перечислять опции потому что м это м м вообще без разницы какие опции они понятно что все практически тотально будут но все кто понимает что такое м никто не будет выбирать там какие-то опции потому что им берут не ради опций ради его знаменитого двигателя м и вообще это мне кажется что это для настоящих маньяков которые не готовы ни к каким компромиссам у которых есть очень серьезные деньги для того чтобы обладать любой версии настоящий м бмв поэтому всем вам ребята респект и я как бы очень уважаю этот вор но у меня ну лично у меня нет возможности ездить просто на м потому что это реально это очень дорого и обслуживание дорого и все пока что не даже пока вот перебиваемся чем можем так скажем и кушаем что бог подала бог подал сегодня жареного поросенка икру красную черную вот в общем как то так очень классный еще цвет не знаю понятно что в масштабах вот то наверно флориды это вообще просто улет но не все заценят потому что черный понятно что как 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 бы если долго выбираешь не можешь выбрать бери черный у нас здесь взять но одна цена самое главное смотрим на цену в общем ребят 110 370 337 долларов стоит этот автомобиль я думаю что можно поторговаться но вот такая вот машинка стоит в районе где-то я посмотрю на не такие цены 110 119 из них не более 120 свежий с небольшим пробегом кстати 850 тоже стоит 110 тысяч я посмотрел на ценники поэтому принципе ну для тех кто маньячит и для тех кто прямо ну не может без без вот такого как бы без вот такой красоты и готов за это заплатить 110 баксов плюс 12 процентов там и так далее поэтому в общем прилично по их седьмым ребят сразу могу сказать что покупка нового x7 уже вот рестайлингового выходит в районе где-то наверное 100 120 там тысяч то есть вот где-то вот так этот предел я имею ввиду налоги сборы там и так далее м6 аевых выйдет в районе 130 135 тысяч вот доставка до казахстана растаможка и так далее через компании всевозможные ну еще наверное тысяч 60 то есть вот примерно вот такая цена будет 7 я говорю все в запас потому что все очень индивидуально получается зачастую и подешевле но просто вот чтобы вы понимали что это примерно вот такие вот вот такие вот расценки все пока пока увидимся как всегда спасибо что были на канале